На этом уроке, иншаллах, мы проведем синтаксический разбор суры о Наср. Когда придет помощь от Аллаха и победа. Обстоятельство времени, обозначающее будущее времени. Ставит состояние Джар в родительную поддержку свой шарт, т.е. предложение, которое является его условием, т.е. предложение, которое указывает на условия. Так, Ида является мудафом, этому предложению. А это предложение будет его мудаф илей, на месте подъезжать Джар, в качестве его мудаф илей. Ида будет мудаф к глагольному предложению, к условному предложению. Значит, Ида это обстоятельство времени с неизменяемым кончайным суконом на конце, его фактором является глагол Фасабих в начале третьего аета. Глагольное предложение Фасабих и будет Джабу-шарт ответом условия, т.е. предложением, которое указано на ответное действие условия, которое обозначает условное предложение. Т.е. Саббих ида джаа аннасру, во славь своего Господа, когда придет помощь. Значит, Ида джаа аннасру Аллахи – это шарт, условие, а Фасабих – это его ответ, указано на ответное действие. Значит, Ида – это у нас Зарфан. Фасабих – Зарфан муталлихом бисабих – состоит в смысловой связке с глаголом Сабих. Слово Ида является муталлихом, первым членом из ответного сочетания. А муталлихи – вторым членом из ответного сочетания является предложение Джаа Анасру Аллахи. Итак, Джаа – это фа'люн мадан, глагол прощающего времени. Мабниу Аля Фатхи с неизменяемым окончанием, с Фатхи на конце. Насру – это фа'ль-фа'ль, фа'ль – действующее лицо глагола Джаа. Морфу Амби – поставлен этим глаголом в состояние рафа. В именительной падежи. В аламу т-а-рафи – признак состояния рафа в этом имени это «Аддамъут الظахирату аля ахилих» явная дамма на его конце. В анасру – мудаф, имя Наср – мудаф, является первым членом из ответного сочетания. А Аллах – Исмуяль-джалалит – имя и величие – это мудаф на Иллехе, второй член из ответного сочетания. Маджрурум биль мудафи – поставлен мудафом в состояние Джаар. В аламу т-жарьи – признак состояния Джаар в этом имени это «Аль-каср-туз-за-хир-ту-аля-ахири» явная «каср» на его конце, «валь-фи-уле-ма-а-фа-или-хе» глагол «джа-а» вместе со своим фаалем, то есть именем Наср, все это «джумля-тун-фи-а-ли-тун» глагольное предложение. «Ви махал-ли-джар» на месте под «джа-джар» «муд-а-фун-улей-хил-ид-а» являясь вторым членом изофятного сочетания для «ид-а». «Валь-фатху аль-ва» — это харфа «атфин» — «союз», мабниму аль-фатху с неизменяемым кончанием с фатха на конце «Аль-фатху ма-туфан аль-наср» — «соединена с Исламом Наср» «Валь-ма-туфа аль-марфуа и марфуан мислюха» — «слова, соединенная с поставленным состоянием рафа именем, так же как и оно будет состоянием рафа» «Ва-аламату рафа и признак состоянием рафа этом имени — это «аддамут аль-захирату аль-а-ахири» явная «аддама» на его конце И ты увидишь людей, входящими в религию Аллаха толпами «Аль-ва» — мы чуть раньше упомянули это харфа «атфин» — «мабниу аль-фатхи» «Ра» — это фиалин-марный глагол, прощающий временем — «мабниу аль-сакуна» с неизменяемым кончанием сакуном на конце «Литтисалихи бидамиры рафа аль-мутахаррик» — так как этот глагол связан, присоединен к огласованному местомену падежа ар-рафа «Та» — это «дамиры мухадбы» — местомене второго лица «дамиры нуттасын» — слитное местомение «мабниу аль-фатхи» с неизменяемым кончанием с фатхой на конце «фи махалли рафа на месте падежа ар-рафа» — «фааль» действующий лицо глагола «раа» «вал фиалин-мар фаали» — глагола «раа» вместе со своим фаалин-местоменем «та» «вся эта джумлятун фиалитун» — «глагольное предложение» — «мабниу аль-джумлятиллятий кабля» — соединено с предыдущим глагольным предложением а значит так же как и оно будет в состоянии «джар» поэтому мы говорим «фи махалли джарин» — на месте падежа джар «Ан-наса» — «мабниу аль-фаали» — прямое дополнение глагола «мансубан бихи» — поставлен этим глаголом состояние «насб» «уаламата насбихи» — признак падежа «насб» в этом имени — это «ал-фатхата-з-захируту аля ахири» — явная фатха на его конце «я джумлят» — это «фиалин мударин» — глагол «настоящее будущее во времени» — «морфуан» — поставлен в состояние «раф» в изъявительное наклонение «литаджар руде химинам насаби валь-джазм» — так как он свободен от амеля, от факторов насаба и джазма «уаламата рафа» — признак состояния «раф» в этом глаголе — это «збут н-нуни» — «ниябатан аль-дамматин» — наличие буквы «нун» на его конце в качестве «замена дамми» или как «замена дамми» — «валь-вау» — «валь-вау» — это «даммиру джамь из-за-кур» — местомение множественного числа мужского рода «даммиру нуттос» — слитное местомение «мабнину аля сакуни» — с неизменяемым окончаемым сакуном на конце «фи махалли рафа» — на месте падежа «ар-раф» — «фаэль» — действующее лицо этого глагола «валь-фиалин маа фаэлих» — глагол «едхулю» — вместе со своим фаэлем является «жумлятым фаэлиетом» — глагольное предложение «фи махалли наспе на месте падежа «ар-насп» — «халин мин нанаси» — «аль-мафул» — являясь обстоятельственным образом действия от слова «аннас» — являвшегося прямым дополнением глагола «раа» — «т.е. ты увидишь их входящими» — «дахилина» — «входящими» — «это если мы скажем, что глагольное предложение «едхулюна» — это «мафуулин бихи и санин» — второе прямое дополнение глагола «раа». На этом всё на сегодня. Ища Алла продолжим на следующем уроке. «Альхамду лилляхи раббил аэлемин»